Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я поделюсь комплексом упражнений для укрепления вашей спины. Оно всецело задействует мышцы спины, в том числе мы подключаем мышцы пресса. И мы воздействуем неточечно, как это делают большинство. Нам нужно заниматься комплексным подходом к укреплению мышц кора и стабилизации нашего позвоночника. Тогда мы будем чувствовать себя хорошо и мы избежим 90% проблем с нашей спиной в будущем. В первую очередь я обращаюсь к ребятам молодым, которые тренируются, не тренируются, неважно. Делая это хотя бы раз в неделю, вы избежите проблем, которые настигают большинство взрослых людей. Но если в это видео посмотрят взрослые люди, то это вам поможет создать баланс в мышечных структурах, который скорее всего приведет к тому, что у вас уйдут боли и вы начнете себя нормально чувствовать. Ну что, поехали! Первое упражнение – скручивание с ногами наверху. Угол 90 градусов в коленях и в тазобедренном суставе, что обеспечит плотное прижатие поясницы к полу, а это очень важно, ни в коем случае ее не отрываем. Делаем упражнение подчеркнуто медленно. Выдыхаем наверху, вдыхаем внизу. Руки располагаем там, где вам удобно. Но если вы располагаетесь за головой, не тяните шею вперед. Подъемы туловища помогут укрепить заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы и мышцы поясницы. В верхней точке обязательно прожмите мышцы, почувствуйте их и сделайте паузу. Попробуйте их напрячь. Очень важно в этом упражнении чувствовать то, над чем вы работаете. Динамическая боковая планка. Наша задача опускать наш таз вниз и поднимать его вверх. Тем самым акцентированно сокращать косые мышцы пресса. Обращаем внимание на то, что рука находится перпендикулярно полу и почти не участвует в движении. Если вам тяжело делать с отрывом ног от пола, опустите их до уровня колен и работайте в короткой амплитуде. Так тоже будет нормально. Обратите внимание на то, что не все упражнения я делаю 30 секунд. Это намек на то, что вы должны основываться лишь на своих ощущениях. И как только вы начинаете утомляться, ваша мышца горит и устала, еще немножко потерпите и заканчивайте упражнение, переходите к другому. Подъемы в лодочку следует осуществлять с отрывом бедра от пола и колена тоже. Обратите внимание на то, что я поднимаю руки и увожу их назад, сводя лопатки. Это тоже очень важно, акцентирую свое внимание на этом. Голову я не закидываю назад, она у меня нейтральная и ровное положение держит. Глубокие приседания. Очень важно делать это упражнение без какого-либо веса, только собственный. И если у вас вес излишний, тоже подходите к этому очень аккуратно. Приседаем попой в пол, скругляем спину. И наверху мы выпрямляемся и делаем небольшой прогиб с разведением рук в стороны. Внизу пятка не отрывается от пола. Обратите внимание. Пауза внизу. Делаем медленно. Необходимые упражнения на растяжку включают растяжение большой и малой грудной мышцы. Выведение плеча вперед для растяжения передней дельты. Эти две мышцы очень часто тянут нас вперед, создавая кифоз. Прогиб вперед с помощью опоры. Воздействие здесь должно происходить именно на грудной отдел позвоночника, не на поясничный. Поясница приемлемо прогнута. Сильно не нужно. Боковые наклоны помогут нам избежать дисбаланса в развитии косых мышц и перекосов влево и вправо, что очень часто можно заметить. Одно плечо выше другого. Это часто связано именно с сокращением боковой мышцы нашего пресса. Полностью согнулись и разогнулись в другую сторону. Несколько раз. Все, один круг мы закончили. Мы выполнили упражнение друг за другом без отдыха. Сделали необходимую растяжку. Если вы уже имеете какие-то проблемы со спиной, или чувствуете, что они рядом, или что вам нужно в срочном порядке начать себя укреплять, то делайте это каждый день, утром или вечером, когда вам удобно. А если вы просто хотите поддерживать свое здоровье, свое долголетие, обезопасить себя от боли, делайте это раз в неделю. Но в количестве двух-трех кругов. Однозначно. Если вы занимаетесь параллельно в трежерном зале, да, если вы совершаете какие-то активности, это будет очень вам полезно. Но вы можете делать это в меньшей степени, чем тот, кто вообще ничего не делает. Тот, кто совсем никак не развивается физически. Для вас, для тех, кто сидит много, да, и тренируется мало, это прям каждый день. А для тех, кто более-менее активен, или более-менее еще здоров, раз в неделю, три-два подхода, и все будет хорошо. Спасибо за просмотр, друзья. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok